Денислан Исламов Желания у каждого жителя свои. Некоторые мечтают об уютных беседках, кому-то цены игровые площадки. Представители мужской части двора грезят спортивной площадкой. Чтобы детки играли здесь. Не били, скажите, травм. Травм, чтобы не было. Без травм играли. Деревья, конечно, желательно сохранить. Тополя у нас здесь были очень высокие, конечно. Мы этим пухом задыхались. Сейчас вот так пилили. Вот так будет, чтобы осталось деревья. Желательно, чтобы деревья больше не выкорчевывали, не пилили. Ну, нам бы хотелось в первую очередь увидеть все, что касается наших деток. Это, то есть, песочницу, качели, горки. Ну, какой-то, может быть, комплексный детский городочек. Вот. Озеленения вроде бы хватает. Да, не мешало бы заборчики поставить, так как цветники есть около каждого подъезда. Вот раньше, даже еще при Советском Союзе, здесь были спортивные городки. То есть, комплексы. И детская площадка, и тренажеры какие-то. Простые. А сейчас у нас современные. То, что вот в сквере по Салават-Юлаево, там, ну, хотя бы какие-то несколько вот... Ну, там можно и между деревьев остановиться. Вот у нас перекладина одна осталась, и все. А здесь уже и молодое поколение, там, не только детское, с 15 и выше, и до 40 еще занимается. Именно поэтому и создаются подобные собрания, чтобы, выслушав пожелания каждого жителя, прийти к единому знаменателю и сделать двор, который придется по вкусу каждому. Это самое главное. Найти понимание среди собственников. Мы сталкиваемся с такой проблемой, что собственники между собой не слышат друг друга. Кому-то нужны парковки, кому-то нужны детские площадки, кому-то вообще ничего не надо. Говорят, что нас так все устраивает. Мы, как администрация, не вмешиваемся в этот процесс, потому что вы, собственники, вы должны сами принять решение. Вы же проживаете 24 часа в сутки здесь и будете пользоваться этими благами, которые мы создадим. Большой двор – большие возможности. Уже через неделю будет готов окончательный план-проект, по которому и будет создаваться еще один новый башкирский дворик, отвечающий всем последним требованиям. Светлана Халитова, Вячеслав Скосырский, телекомпания «Салават».